А мы вновь в нашей музыкальной студии в Юго-Западной башне Вологодского Кремля. В нашей студии новый гость. Это наш коллега, ведущий программы «Время новостей» на телеканале «Русский Север», артист Александр Соколов. Здравствуйте. Вы к нам пришли не один. Да, с моим другом, замечательным товарищем, музыкантом, композитором, аранжировщиком Антон Чаковинский. Александр, какую песню вы будете исполнять? Песня называется «В осеннем парке». Песня современная, написал ее Олег Митяев. Песня одновременно и легкая, и страшная о том, что жизнь, беззаботная жизнь в один прекрасный момент обрывается из-за чьей-то злой воли, из-за злого рока. Давайте прямо сейчас ее исполним. Давайте. Песня «В осеннем парке» Городском вальсирует листва берез, а мы лежим перед броском, нас листопад почти занес. Занес скамейки и столы, занес пруда и шумный плес, занес холодные стволы и бревна, пулеметных гнезд. А на затвор легла роса, и грезится веселый май. Не хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай, кричат грачи. Там сквозь березовый конвой ползет лавина, саранчи на город за твоей спиной. И ахнет роща, накренясь, сорутся птицы в черный дым. Сержант лицом уткнется в грязь, а он таким был молодым, и руки обжигает ствол. Ну сколько можно лить, свинец? Взвод ни на пять не отошел, и вот он, вот уже. Конец Развозят пушки на тросах, все говорят, вставай, вставай. Не хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай, кричат грачи. Ты слышишь, потерпи, родной, и над тобой стоят врачи. Кто-то говорит, живой. В осеннем парке городском вальсирует Листва берез, а мы лежим, упав ничком, нас листопад почти занес. Нас листопад почти занес в осеннем парке городском, а мы лежим, упав ничком. Александр, Антон, спасибо за такое прекрасное исполнение. Хочется еще раз вас поздравить с праздником, с Днем Победы. Спасибо. И всех тоже с праздником. С праздником, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok